Красноярский край изменит принципы работы с иностранными компаниями в лесной отрасли. Об этом заявил губернатор Александр Ус. Речь идет в первую очередь о взаимодействии с партнерами из Китая. Глава региона отметил, контроль за соблюдением российского законодательства зарубежными бизнесменами станет жестче. Однако, несмотря на вполне обоснованные претензии в адрес китайских предпринимателей, нужно развеять и существующие мифы, связанные с их работой. Край готов к цивилизованному диалогу. Мы должны констатировать, что в адрес представителей бизнеса вот этой категории есть много вполне обоснованных претензий. И этой ситуации мы мириться не будем. Мы на нашей земле, и все, кто на ней работает, включая наших гостей и соседей, будут жить по нашим российским законам. И не надо питать иллюзией такого плана, что если в Каннске будет организован серьезный, тотальный контроль, вы переедете в Иландск, и там будете жить по-прежнему. Этот контроль будет осуществлен на всей территории края. Отраслевики такой подход краевого правительства поддержали. По словам экспертов, давно назрела необходимость навести порядок в этой сфере. И особое внимание нужно уделить соблюдению иностранным бизнесом российского законодательства. То, что озвучил губернатор, я думаю, это своевременно и очень-очень необходимо. Наш, особенно средний бизнес, который выставляется на аукционы, на торги, лесосеки, попадают в руки вот этих китайских предпринимателей, которые, может быть, не имеют там, или не имеют один трактор, и в итоге все бросается, это отходы переработки, пилорамы эти на пилорамах, это и в лесу отходы, что потом превращается в сухой такой материал, который горючий материал.